В поле зрения улицы Цемербекова и Гагарина из-за ремонтных работ коммунального плана водители сами себе продумывают новые маршруты. Оказалось им удобно, что называется, проскочить через дворы. При этом никто не заботится о скоростном режиме, да и знаков никаких тут нет. Пешеходы должны быть настороженным словом, ведь нет гарантии их безопасности передвижения. А из-за угла может появиться не только легковое авто, но и грузовое. У Кайрата Абенова оба ребёнка обучаются в начальном звене. Несмотря на близость школы, родители вынуждены и провожать, и встречать детей. Вечером это вообще сейчас пик, люди из базара едут на базар обратно. Здесь вообще проходимость тяжёлая, здесь буквально минут по 10-15 стоишь. И главное, никто не пропускает, а иногда кто-то и на скорости проезжает. Здесь вот ни одного знака нету, ни снижения скорости, никаких ограничений. А дети здесь ходят, вот этот сектор частный, там многоэтажки стоят, новые дома. Дети в школу ходят, здесь, я знаю, дети первые и во второй школе учатся. И здесь вот дорогу переходить, это очень сложно. Очень сложно, и действительно переживаешь за детей. Сейчас очень скользко, я видела, как из-за гололёда машина не смогла остановиться. Я просто замерла на месте. Более того, я живу в частном секторе. Вечером страшно, темно. Не везде есть освещение. Получается, жители этого района ориентируются на огни городского парка. А вот на этом участке очень рискованно оказаться в тёмное время суток. Машины пролетают на скорости. Вот что нам сказали в ответственном ведомстве. Работы проводят отдел строительства. Учитывая то, что там они проверили какую-то часть работы. Участок, дороги закрыли, они обеспечивают безопасность гаража. Знаки, ну я не вижу, что собраться знаков там. Что касается ремонта канализационных сетей, то этот вопрос поднимался на аппаратном совещании в областном Акимате. Есть нарекания по срокам. Нельзя там пройти, Мангельда Холодович, пройти и пустить машину. Вы же сколько времени держите, там никак не получается. Или прямо по дороге вы идёте? Там, где углубление идёт. Прямо по дороге идёте, что ли? Я просто не обратил внимания. На этом участке вообще углубление идёт до 7 метров. Очень глубокое прохождение канализации на конечной точке. Аким города Кукшетава Мангельды Смаилов говорит, что работы будут продолжаться 3 месяца. Представители строительного ведомства уверяют, что они завершатся до Нового года. А вот от компании-подрядчика Янбек Астана и вовсе не удалось взять комментарии по данной проблеме. Поэтому ответы на вопросы, как по срокам ремонтных работ, так и дорожной безопасности, всё ещё висят в воздухе.